Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу. С нами сегодня журналист Глеб Пьяных. Здравствуйте. Привет, ребята. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Сегодня в период мирового карантина, наверное, и согласно информации газеты The Guardian, каждый пятый житель планеты находится на карантине, в самоизоляции. Как вы переживаете это время? Сижу на даче, детей моих в школу не пускают, детский сад, да мы и сами туда не ходим. Ну и вот с соседями в загородных домах пытаемся организовать какой-то быт. Я достал старую советскую игру банки, помните такое? Палками кидаешь, сбиваешь и организую в одном из поселков, свожу сам детей, потому что родителям лень, это полный пипец. Я еду за их ребенком в другой поселок, забираю, привожу и они там на асфальтированной площадке, как мы в детстве, по банкам, палками. Очень хорошо. Спорт, все дела. Тем не менее, ведь говорят о том, что нельзя собираться такими группами. А мы не собираемся, когда играют в банки, там метра два друг до друга, понимаете, там беготня и так далее, все нормально. Вы на своем ютуб канале, который посвящен стройке в большей степени, выложили несколько посвященных карантину видео, да, в Латвии, например, у нас вот министр здравоохранения вчера сообщила о том, что карантин может быть продлен. Чувствуете какие-то изменения, какие-то ограничения сегодня в Москве? Нет, нет, у нас нет жесткого карантина. Вы поймите, разговоры про карантин, это просто разговоры. Ну да, хорошо бы, чтобы все пожилые сели дома, но вот я вчера на своем канале делал ролик о том, что на парковке около Леруа Мерлен битком народу. Вторник, три часа дня, время, когда вообще-то мертвяк там должен быть, пять машин, а там сейчас просто битком, и в магазине человек 200-300, ни у кого нет ни масок, ни перчаток. Вот вдруг вы можете вот так поставить сюда вот ссылку на мой канал, где я этот ролик горжусь. Я приехал без камеры, я снимал на телефон, потому что я не ожидал такого. Ну и, конечно, апофеоз, самое смешное, когда я там увидел машину Tesla Model X за 15 миллионов рублей, ну сколько это, 200 тысяч евро по вашим деньгам, да, он тоже приехал, видимо, дешевых гвоздиков прикупить. Но я над ним стебался как мог, что у него, видимо, закрыли ресторан, поэтому выручки нет, ну и что, он зря время будет терять. Он сел на Tesla и поехал в Леруа Мерлен, ищет что там подешевле ухватить, ремонтик дома сделает. Ну как-то так, очень жизнеутверждающий ролик, ребят, поэтому я вас напугать не смогу. Но, тем не менее, кассир, по вашим словам, исходя из этого ролика, была в перчатках. Единственный человек, да. Ей где-то 55 плюс, я бы сказал. Вот я думаю, этим все объясняется. А все остальные... На ваш взгляд, все-таки, эта история, она недооценена в России, учитывая, что происходит в Италии, в Испании и даже в Германии. То есть, то, что мы сейчас наблюдаем, вот эти драматические кадры, даже трагические кадры, которые... Слушайте, это настолько субъективно? Недооценена или пресса раздувает? Вы знаете, столько моих знакомых в бизнесе, вот у соседа по даче, у него несколько центров, там дети каким-то спортом занимаются. Он говорит, слушай, ну выручки ноль, просто ноль. То есть, старые абонементы еще доходят, а, собственно, притока денег нет. При этом зарплату плати, аренду плати. Сколько он продержится, вот такой вот мелкий бизнес, да. А ведь он создает там 10 рабочих мест, он создает инфраструктуру нормальной загородной жизни. Слушайте, это кранты полные. Поэтому вот это недооценил, переоценил, это лирика, да. Я ближе к деньгам, честно вам скажу. Ну вот, что касается экономики, потому что вчера у нас был бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко. Он считает, что кризис будет, если даже не сопоставимым с Великой депрессией, то, может быть, даже и переплюнет ее. Вот на ваш взгляд, насколько все плохо в этом смысле может быть? Какие у вас прогнозы, есть ли они? Слушайте, а вы же видите уже, да, что бизнес закрывается. Даже, читам это у нас данные, что 3 миллиона рабочих мест сократятся. Владельцы торговых комплексов говорят, давайте нам, прощайте кредиты, пусть мы не платим, налоговые и прочие, прочие преференции. Ну, потому что у них нет выручки никакой. На мой взгляд, если у человека торговый комплекс, слушай, закройся и сиди, жди. Он каши не просит. Так ведь они еще и кредитов нахватали, вы понимаете? То есть у него этот огромный торговый комплекс, в котором сейчас выручки ноль. А он, к сожалению, должен ежемесячно платить банку по кредиту. Предположим, банку приказали, не бери с него кредит, пусть он до лучших времен тебе не платит ничего. Окей, а у банка дыра, вы понимаете, да? То есть это снежный ком в экономике, это называется мультипликатор. Жесть страшнейшая. То есть, ну вот сколько умных людей на свете выступают против тотального вот этого карантина строгого. Ну вот один из них, например, мой хороший друг Станислав Белковский. У вас на канале можно его, так сказать, пригласите. Он вам расскажет. И первый вопрос ему скажите. Станислав, почему вы против закрытия Москвы? Почему вы против закрытия метро? Вы хотите, чтобы все старики умерли, да? Вот прям так, в лоб. Ну, Станислав Белковский периодически появляется у нас на радиостанции. Но вот о карантине мы пока еще не успели с ним поговорить. Да, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 230-6191. Но если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения принимаемых мер, у вас есть объяснение, почему большинство стран идет на такие жесткие меры, учитывая, что это с улитом серьезные экономические потери? Понятно почему. Потому что демократия, потому что голос каждого человека имеет значение. И если начнутся массовые смерти стариков, ну все. Значит, электорат просто сметает все эти правительства, партии, парламенты и все на свете. Хорошо это или плохо? Слушайте, это медицинский факт. Я, в общем, как-то привык работать с реальностью. Реальность такова, да? Что Трамп, сам предприниматель, долго сопротивлялся и не хотел угробить свою экономику. Теперь вынужден. Ну и напечатать 2 триллиона. Что вам Алексашенко говорил? Напечатать 2 триллиона – это тоже угробить экономику? Только не сегодня, а там завтра и послезавтра? Да? Что он вам говорил? Ну он говорил о том, что Великая Депрессия нас ждет. Ну про то, что напечатать… Это астратные слова. Они все читали учебники. И я даже сам вроде бы интересующийся. Но Великая Депрессия, 28-й год. Безналичных платежей нет. Фьючерсов нет. Фондового рынка как такового нет. Ну есть акции, но это реальное следствие привлечения капитала. Вы точно хотите говорить о Великой Депрессии? Давайте лучше говорить о рабочих местах и о реальных людях. Им нужна работа, им нужно зарабатывать. И кафешкам, и предпринимателям. Я вот всем пытаюсь рассказать, потому что моя аудитория – это и средний класс, и наемные работники. И когда наемные работники, знаете так, типа у тебя машина за 2 миллиона, значит ты жируешь. Я говорю, ребятки, мы с вами в одной лодке. Если мы не будем зарабатывать, то мы не сможем дать вам работу. Вы тоже остаетесь без работы. Мы точно в одной лодке. Не надо делить вот эту дурацкую классовую рознь. Забудьте Карла Маркса и Ленина. Есть у нас звонок, да, радиослушатели на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Вот вашему гостю и нашему такой вопрос. Вот грипп, это да, он значит пройдет, это правильно. Нужно переболеют, крепкие им, как чихнуть это будет. Остальным надо подзапастись антибиотиком хорошим, и все будет в порядке. Антибиотик вируса не лечит. Задавайте вопрос, пожалуйста. А вот вопрос следующий. Обидно, когда здоровых, талантливых людей убивают. И вот 16 апреля Олега, Олега я говорю, Олеся Бузину убили в Украине. У нас Немцова, 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 у нас депутатский и журналист. Вот как вы собираетесь эти какие-то митинги провести для расследования? Да, спасибо вам. Спасибо вам за вопрос. Не совсем в тему, но действительно политическая активность. У вас все слушатели такие, да, Вадим? Пока что только один звонок мы приняли. Вот с таким потоком сознания в голове. Ну, люди разные. Богороди Бузина в Киеве, дядька, и убили Немцова. Ну, я не знаю, я должен что-то отвечать на этот вопрос, нет? Наши слушатели не профессиональные журналисты, они могут позволить себе высказывать. Нет, так абстрактно в том числе. У нас нет предмодерации, принимаем мы любые звонки в нашей студии, у нас нет ценностей. Ой, вы наша политкорректная, ой, вы политкорректная. Окей, я ответил на этот вопрос. Я считаю, что, в общем, отвечать нечего, да? Мы говорим про мировой кризис, а не про Бузину и про Немцова. Царство ему небесное, прекрасный был человек. Но это не тот Немцов. Наша радиослушательница имела вице-мэра Даугав-Пилса, который тоже был убит лет 10 назад примерно. Но это я поясняю уже для вас, потому что такая внутренняя специфика. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Скажите, а что у вас с НТВ произошло? Прекрасная была программа, все нормально, и вдруг вы уходите, и сейчас вы какой-то злой стали после этого, как ушли. Вот в чем дело? Ой, какой я был добрый на НТВ, добрее всех пьяных. Боже мой. Вы, наверное, невнимательно смотрели. Я там такой добрый ходил, по всей стране разъезжал и с такой же добротой, как сейчас, рассказывал все то же самое. Не понимаю я. Вы знаете, я сейчас делаю свой YouTube-канал и впервые в жизни работаю без начальства. Слушайте, такой кайф, я вам скажу. Да, конечно, это ответственность, то, сё, пятое, десятое. Ну, слушайте, я профессионал, у меня самоцензуры внутри очень много. И вам доброту, куда поднести, к какой части вам доброты не хватает, кого нужно, чиновников похвалить или кого, предпринимателей. Доброта вам куда нужна? Ну, кстати, сегодня в период карантина говорят о том, что даже озвучена какая-то статистика, не буду её приводить, потому что не уверена точно, но говорят о том, что молодёжь стала в карантин больше смотреть телевизор. Как вы думаете, возможно ли возрождение телевизора, телевидение вообще, интереса к нему в период карантина и в целом вообще... Я не верю в телевизор вообще никак, потому что телевизор – это вещание онлайн, ты должен подстраиваться под какое-то чужое расписание, а YouTube ты смотришь, когда тебе удобно. Ну, это всё, ну, как бы это небо и земля. И плюс в телевизоре нет такого удобного меню, телевизор тебе не подсказывает, какой интересный ролик посмотреть. В YouTube это всё налажено, а сайты телевизионных компаний, они очень на это не заточены, они этим обучаются. Это, на мой взгляд, не очень обучились, поэтому не верю в телевидение совсем. Ну, кстати, наш радиослушатель спросил вас, почему вы ушли с НТВ, всё-таки, может быть, если можно, коротко можете на это ответить, потому что... Значит, программу «Максимум» закрыли за год до «Крым наша». Вы представляете, какая прозорливость, да? 2013 год. То есть представьте себе, что ещё год выходила бы программа «Максимум», и вот случается «Крым наш», и я должен рассказывать в программе «Максимум», что? Я должен ругать американцев и украинцев? Слава богу, меня миновала чаша сия. Ну, вы бы пошли, кстати, на этот компромисс. Понятное дело, что история не знает сослагательного наклонения. Всё-таки, вот если бы осталась программа, предположите... Давайте сейчас, да никогда в жизни, тельняшку на груди порвал, да что б я, да вы чё! Такой ответ вас устраивает? Просто интересно, насколько вы готовы пойти на компромиссы, в том числе с властью. Тельняшку рву, последнюю, да никогда в жизни умру за Родину и за правду! Ещё тогда звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Алло, добрый день, меня зовут Денис, Испания. Да, Денис. Вопрос к вашему гостю. Если, скажем, мы предположим, что ситуация изменится в лучшую сторону, скажем, в середине апреля, так как это планируют главы основных европейских стран, какой прогноз ущерба или не ущерба можно предвидеть? Например, это просто мнение вашего гостя хотелось бы узнать. Большое спасибо. Да, спасибо. Спасибо, наш гость. Слушайте, ну, я считаю, что даже две недели полного блок-аута, то есть паралича экономики в Европе, это минус 10% ВВП Европы. Ну вот, с другой стороны, это гадание на кофейной гуще, никогда такого не было, чтобы вот так останавливали экономику. Все производственные цепочки намертво блокируются и ещё и начинают печатать деньги. Правда, между прочим, я вот понял ваш вопрос, вы, так сказать, умный человек с аналитическим складом ума, поэтому, наверное, и заработали себе на Испанию. И я понимаю, что, ну, как бы, вы понимаете, что это всё прогнозы абсолютно на кофейной гуще. Ни разу такого не было, поэтому Алексашенко, не Алексашенко, я, ну, что мы будем говорить? Ну, давайте, вот, так сказать, 10% ваша цифра. Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Глеб Пьяных, журналист и ютубер, у нас сегодня на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы работаем в прямом эфире, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Много звонков у нас, продолжаем их принимать. Добрый день. Добрый, да, Олег. Вы знаете, вот вроде как паника такая, да, там 10%, 50% там рухнет экономика. Я думаю, что ничего страшного. В 2008 году банки обнулились, да, сделали взаимозачёт. Ну, здесь тоже лопнет там пузырёк. Ну, начнём по новой, понимаете? Ну, какие проблемы? Никто ж голодный не сидит. Да, спасибо. Ну, такой комментарий от нашего слушателя. Да, мы не слышим нашего гостя, звукорежиссёра. Ваше мнение абсолютно такое наивное. Вот я вам только что рассказал. Значит, торговый центр, предположим, ему прощают и не берут с него кредит. А в банке дыра. Банку чем его закрывать, эту дыру? Правительство начнёт печатать деньги? Если вы учились в школе или даже в институте, то вы знаете, что как только деньги печатают, они обесцениваются. Самый вопиющий пример – это страна Зимбадвы, где Роберт Мугаде, учившийся в Лондоне, между прочим, да, придя к власти, начал печатать деньги. В результате булка стала строить какие-то триллионы, а кончилась, знаете, чем в Зимбадвы? Currency board – это введение иностранной валюты. Теперь нет своего зимбабвийского доллара, а только американский доллар, потому что нет возможности спасти. Поэтому ваша прекрасная душа – а, ладно, пронесётся, но это русский авось. Ну, это позиция, конечно, но, так сказать, не знаю, безосновательно. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, так деньги печатают в одном месте. О чём речь, ребята? Да. Деньги печатают по меньшей мере в двух местах. Есть евро, есть доллары. Это очень разные деньги. Причём евро печатать сложнее, потому что должны между собой договориться Центробанки всех этих стран. Но если вы считаете, что всем управляет американская мировая закулиса, а ещё и мировой сионизм, ну, красный флаг вам в руки. У вас есть красный флаг в руках? Держите крепче. Мировой сионизм и американский империализм. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, ещё раз меня зовут Денис Испания. Красный вопрос буквально в последний. Как смотрит ваш гость на возможность инфляции и обесценивания денег? Да, спасибо. Вы знаете, я серьёзно задумался об обесценивании. Я вам больше скажу. Я маленький, скромный, но я как журналист анализирую информацию. Вчера биржевики, радио Бизнес ФМ, конкурирующая структура, сейчас балкон меня забанит, значит, без 10 каждый час программа «Капитал». Очень советую. Ведут биржевики, спокойные, толковые ребята, которые привыкли деньги зарабатывать. Акции продаём, акции покупаем. Вот они говорят вчера, значит, триллионы долларов пока только пообещали, но их пока никто не начал печатать. Но даже на обещании вчера началось ралли, так называемое. Все бросились скупать акции, и всё стало расти. Даже цена на нефть подросла, если вы в курсе, на 3-4 доллара, хотя никаких предпосылок. Так вот, при этом эти же ребята, биржевики, и говорят, но если действительно начнут печатать деньги, то нефть может стоить 150 легко. Вот законы экономики, вот умные люди, которые занимаются реальной экономикой, вот как они это понимают. Поэтому, если вы сидите в Испании и думаете, продавать ли свою квартиру и свой дом судорожно, не, пока не надо. Потерпите, не надо. Может оказаться, что он реально будет стоить сильно больше. Да, ещё примем звонок. У нас очень много звонков сегодня. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, задавайте, пожалуйста, вопрос. Ну, вот я гостю, значит, это самое. Это хорошо, что в России так мало заражённых. Видимо, хорошо пограничники и входной контроль работают. Но если Путин скажет не создавать панику, придержать статистику, то она будет так делаться, это понятно. Вот как он... Это мне Путин скажет придержать статистику, да? Да, 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 и придержит только так. Он мне по телефону что-то позвонит, да? Ну, в целом. Радиослушатель, наверное, имеет в виду в целом, если будет... Да, в каким целом? Ну, есть огромный YouTube, есть огромное количество независимых средств массовой информации. Как сказал Березовский, у нас сейчас телевидение вещает из каждой розетки. Вы нас всех чего сделаете? Как вы нас заткнёте? Да вы не преувеличивайте, Путин не всемогущий. Сейчас, кстати, Путин собирается обращаться к нации, вот все ждут его. Да, 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 мы все ждём, что он объявит, что 22 апреля голосовать не будем. Ну и молодец, мудро. Я вам больше скажу, сегодня Ходорковский похвалил Путина. Он написал, Путин сходил в коммунарку, молодец. У него там красивый жёлтый костюм, хорошо бы всем врачам такие дали. Вы чувствуете? Почти без подколки Ходорковский хвалит Путина. Да, действительно, Путин приехал в больницу для заражённых коронавирусом в подмосковной коммунарке. Был у него такой костюм очень яркий, защитный. Давайте ещё звонок примем, много слушателей. Здравствуйте, как вы думаете? Здравствуйте, Александр. Скажите, вот вы тут вспомнили про Крым. Ваше мнение, чей Крым? Вот прямая ответственность. Вот так. Да. Ну наш, а вы что, не понимаете? Мы его взяли. А дальше вопрос, честно, нечестно, справедливо, несправедливо, нарушение законов, не нарушение, мне неинтересно. И тут уже не сочтите за лукаста. Это факт медицинский. И всё, и можем на эту тему не базарить. Вот украинцы, они там базарят. У них надо, так сказать, говорить, клянёшься, что Крым наш, или не клянёшься. А у нас как-то в России помягче. Да говори ты про Крым, что угодно. Какая разница, он всё равно российский. Но есть же де-факто и де-юро, наверное. Ну, де-факто и де-юро, а де-юро разошлись во мнениях. Европа считает, что де-юро неправильно. Мы считаем, что правильно. Слушайте, таких стран и таких мест на планете миллион, где разошлись во мнениях и живут там по 50 лет. Вопрос от нашего слушателя в Ютубе. Как относитесь к блогеру Шарию? Это украинский блогер. Слушайте, вы знаете, он меня поражает тем, как он влиятельен и популярен. И он меня поразил тем, как он активно работал на выборах. Вот когда, значит, были даже не выборы Зеленского, хотя он там тоже за Зеленского работал. А вот потом, когда у них были выборы Верховного Рада, он создал свою партию с красными шариками. Офигенный чувак. Очень здорово всё это делает. Хотя вот большинство людей говорит, что он российский, он работает на Россию. Он является в Украине пятой колонной. Я вот сколько его слушаю, ну если даже является, ну как-то очень хитрой и деликатного, понимаете? То есть настолько изящно, что в общем даже и особо подкопаться не к чему. Ну есть масса нюансов. Я его некоторое время, вот пока шли эти все выборы, я его, наверное, где-то месяцев 5-6 слушал каждый день очень подробно. А потом бросил, ну потому что, ну что мне до Украины, какое мне особо дело? А кого смотрите из современных русскоязычных блогеров в Ютубе? Так, подождите. Если Собчак что-то интересное сделает, посмотрю. Парфёнов что-то совсем скучный стал. А, ну дуть, конечно. Дуть наше всё, о чём вы говорите. Хотя у него какие-то бывают иногда какие-то непонятные певцы или типа там группа «Анакондос». Тут я даже включать не буду, кто все эти люди. Но он работает на всей аудитории, да. И на меня, и на вот этих вот тинейджеров, которые там «Анакондос» слушают каких-то. Ну, молодец. Ну вот вы сказали сейчас о том, что вам никто не запретит говорить на Ютубе ни о чём сегодня, да, если мы говорим о Путине. Вы когда делали ролики на Ютубе в связи со сносом домов в Сочи, если я правильно помню, то про Алину Кабаеву и её имущество. Кажется, у вас там были сомнения. Вы знаете, я в первом ролике ничего не сказал про Алину Кабаеву. Потом подумал неделю и сказал, не, ребят, надо говорить. И я сделал ещё один ролик, который тоже собрал более миллиона просмотров. И я сказал, что, ребята, вот снос дома происходит прямо напротив гимнастического центра Алины Кабаевой. И все местные жители шёпотом друг другу говорят, это нас сносят для Кабаевой. Но они не думают так. Они говорят, что нам, чиновники, так говорят. Чтобы мы успокоились и не дёргались. И, а правда это или нет, ты кого знаешь, я, честно сказать, сомневаюсь. Я думаю, что Алина Кабаева очень далека от этого и, может быть, вообще не в курсе, что там что бы то ни было сносят. Не сочтите за хитрожопость. Но последствий не было для вас после этого ролика? Да нет, ну, видите, жив-здоров, сижу на даче, с вами общаюсь. Ну, кстати, в октябре сообщалось о том, что на Кубани вас задержали, потому что вы снимали ролик о даче. А, ну, конечно, слушайте, если человек лезет на дачу губернатору, наверное, его надо задержать. Как вы считаете? Ну, а потом я снимал на телефон, и они как-то опешили, испугались, и, в общем, обошлось без последствий. Ну, в общем, это было рискованное мероприятие с моей стороны, я согласен. Но дело в том, что начнешь разбираться в законе, я его не нарушал. Ту территорию, которую губернатор отгородил, он не имеет на это права. И строить он не имеет права на своем этом участке, потому что это земля сельхозное значение. Это для нас, для всех, вот эти жесткие правила. Земля, ИЖС, не ИЖС. У нас земля имеет разный статус, и тебе разрешают строить или не разрешают строить. А губернатору все можно, нарушая закон. Да еще и он, понимая, что нарушает, он оставил полосу вдоль речки без забора. Поэтому, грубо говоря, если ты идешь вдоль речки, ты вообще не видишь никакого забора, ты можешь на эту территорию зайти сам, свободно, и все. Вы понимаете, да? Поэтому, ну, в принципе, у меня было несколько таких вот степеней защиты в голове, я себе придумал, да, на этот случай. Но вот в итоге они меня еще и задержали уже вот на этой границе, уже за территорией. То есть еще и формально не подкопаешься. Пади доказывай, зашел, не зашел, куда зашел. Да он еще и наглый на телефон снимает. Ну, в общем, они, так сказать, как бы не рискнули ничего со мной сделать. И, слава богу, ну, пронесло, можно сказать, нарывался, признаю. У нас еще звонок, здравствуйте, как вы делаете? Да, мы слушаем вас. Вот вы говорите, YouTube, YouTube, у меня YouTube. А вы знаете, вот у нас, кстати, наше правительство, они могут отрубить и YouTube. Уже несколько телевизионных программ отрубали запросто. Вот так вот власть действует. Ну, давайте сначала они отрубят, а потом мы с вами будем на эту тему печалиться, хорошо? Кроме того, вот смотрите, они отрубили официально Телеграм. А какой результат? Телеграм работает легко и прекрасно. Более того, он теперь работает вне правового поля. Вот вы сейчас в Телеграм можете что угодно говорить, и какие к вам претензии? Что, подадут в суд на то, что в запрещенном Телеграме чего-то происходит? Поэтому, вы знаете, может быть даже и с точки зрения власти хорошо, что есть YouTube, он работает по нашему законодательству. В принципе, там, ну, как-то можно с ним разбираться. А запрещенный Телеграм, ну, это как ветер и вода. Летает, ты его вообще не поймаешь. Я не верю, что закроют YouTube. Ну, вот тот интересный момент, на который указал Дмитрий Гордон, украинский журналист. Он, в частности, сказал, что его интервью с Иларионовым, бывшим советником Путина, было заблокировано, и YouTube не индексирует его сейчас в поиске. Мы сами столкнулись с такой же историей. Наше интервью с Евгением Чичваркиным, которое набрало более 500 тысяч, вдруг резко пропало из поиска. Его нельзя найти, хотя оно есть. Вам не приходилось сталкиваться с проблемами вот такого характера с интервью, который там резко... Вы знаете, после Нового года очень изменились системы работы роботов Google. И, ну, как всякая частная компания, они меняют какие-то там настройки, и все на свете. И иногда там возникают косяки реально, да, от которых стонет весь YouTube, пишет миллион таких историй. Вот вы сказали две, а я думаю, если наберете в интернете, там вам расскажут еще 22. И многие из них будут неполитические, вы понимаете? Просто на неполитические никто и внимания обращать не будет, говорить вообще не о чем, да? А вот здесь есть. Я не верю в какой-то вот заговор, что какой-то ролик с Чичваркиным не нужен. Ну, при всем уважении к Чичваркину. Ну, что прям за такая супер-пупер величина, что его надо блокировать? Ну, вот сами посудите, да? Навальный тут вещает с утра до вечера, его не блокируют, а Чичваркин в Лондоне в своем ресторане кому-то опасен. Да прекратите, слушайте. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Добрый день, Глеб. Меня зовут Петр. Я являюсь поклонником вашего YouTube и вашего друга Вадима из Геленджика. У меня такой вопрос. Много очень роликов, что Россия управляет ненастоящий Путин. И действительно, тот ботоксный Путин очень мало похож на Путина 2000 года, да? Как ваши отношения к этому? И куча роликов о том, что президент России связан в частности с Тамбовской преступной группировкой, Кумарин, Васильев. Это дезинформация или это нормальная информация? Спасибо, Глеб. Я вам скажу страшную тайну, только вы никому не рассказывайте, а то начнется паника. Нами управляют инопланетяне. Вы понимаете? И Путин, и Мишустин, и Чичваркин, и Навальный, это все инопланетяне. Они ненастоящие, вы понимаете? И там с планеты Марс за веревочки дергают, и они нам вот этот вот разыгрывают спектакль. И только мы с вами настоящие. И вот ребята еще на радио, вы понимаете? А больше настоящих-то и нету вообще никого. Я ответил на ваш вопрос? Но тем не менее, у вас есть ролик о Путине и об этой истории с ботоксом и так далее. У меня? Или радиослушатель что-то перепутал. Ну хорошо. Да, звоните нам, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Глеб Пьяных у нас на прямой связи, журналист. Так что задавайте свои вопросы, пишите их также в WhatsApp. Ну, кстати, расследовательская журналистика в России. Какой сейчас, на ваш взгляд, переживает период? Можем вспомнить вот дело... Расцвет, Ренессанс, полный шоколад. Берешь телефон и расследуешь, не отходя вообще от любого места. Шоколад полный. Я пару раз вбрасывал, типа, давайте, мальчишке 16 лет по всей стране, фигачьте. Сейчас телефон обычный пишет так, что и звук, и видео, вообще все. А стабилизация-то нахрен не нужна. А то, что там ветер задувает, да до лампочки. Я вот вчера на телефон снял ролик около Леруа Мерлен. Да, задувает. Если вы посмотрите, с точки зрения большого телевидения, это брак по звуку. И что? Да прекрасно смотрит. Да какая разница? Это живое, реальное, настоящее телевидение. Главная суть, главное расследование. Все хорошо. А что касается монетизации? Потому что, с одной стороны, да, YouTube такая территория свободы. С другой стороны, даже если есть миллион просмотров, много денег это не принесет, как мы знаем. Ну, мне приносит YouTube где-то тысячу-тысячу двести долларов в месяц. Ну, вот. И если бы я более активно делал, так сказать, ролики, если бы я, так сказать, более оголтелый, отмороженный был, ну, я бы, наверное, легко сделал их в 2400 бы, понимаете? А сколько у Дудя я вообще не представляю. Там какие-то десятки тысяч долларов. Но, тем не менее, это все-таки затраты, это требует сил. И это... У меня нет никаких затрат вообще. Я сам себе оператор, монтажер, режиссер, автор сценария, вообще все. Себестоимость телевидения ноль. Настоящего современного телевидения. Именно это будет менять рынок всего на свете, вы понимаете? То есть я, как сотрудник федерального телеканала, бывший с полной ответственностью, вам отвечаю, что я почувствовал, сколько денег напрасно тратит большое телевидение. Это, ну, это все меняется благодаря YouTube и вообще интернету. А еще мы ждем, когда возникнет конкурент YouTube. Ого-го, что начнется. А он неизбежно возникнет. Потому что интернет и свободный капитализм не стоят на месте. Что-то выстрелит. Может быть, Дуров со своим телеграм-каналом сделает какой-нибудь YouTube-телеграм. Я не знаю. И вот когда там начнется конкуренция между двумя площадками, ого, весело будет. Но вы интеграции используете или только на монетизации за счет просмотра? Вы знаете, я не могу придумать... Нет, что значит интеграция? У меня есть реклама прямая. У меня, так как у меня стройка, то какие-то стройматериалы, какие-то инструменты, то, сё. И когда у меня реклама, я пишу на экране рекламу. И если вы посмотрите, за два года у меня было много всякой рекламы. Вы знаете, и там я постепенно повышал стоимость рекламы. То есть вот сейчас рекламу на моем канале я делаю не меньше, чем за 200 тысяч рублей. И за меньше не готов работать, не обращайтесь. Ну что, ну прекрасное дело, да. Мне просто немного надо. Я никогда не жил, так сказать, вот, никогда не покупал золотые унитазы. У меня нет автомобиля BMW, не надо. Вы понимаете? То есть я как бы... Вот этот вот принцип здравого смысла, вот это вот, так сказать, шведская вот эта вот Икея, сосна, всё по-простому. Вот понимаете, да, поэтому мне не нужны никакие безумные бабки. Ну я же не Ксения Собчак, зачем мне туфельки за 200 тысяч? Ну чего? Ещё примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы когда учились в МГУ, вы, наверное, знаете, что Бзижинский приезжал и выступал в актом зале МГУ. Овации были этому русофобу. Вот расскажите, пожалуйста, если вы, знаете, встречались, наверное, с теми, если сами не были, то, наверное, ваши товарищи были, которые сейчас находятся у власти и аплодировали Бзижинскому. Что вы об этом знаете? Спасибо. Вы знаете, когда я учился в МГУ на журфаке, то к нам приходил Горбачёв. И это был 88-й год. Я пришёл из армии как раз, перестройка в разгаре. И мы возлагали большие надежды на этого человека, что он сделает реальные реформы в нашей стране. И было понятно, что нужно делать. Нужно делать капитализм. Нужно идти по китайскому пути. И, собственно, в то время было уже понятно, какой это китайский путь. Дэн Сяопин сделал реформы. Он начал освобождать мелкий, средний бизнес и всё остальное, да, сохраняя политическую, так сказать, власть на высшем уровне. И до сих пор партия в Китае управляет всем. Я думаю, что этот путь вам очень нравится, да. Но пришёл Горбачёв к нам на журфак, прочёл лекцию и стал говорить, что мы не дадим свернуть социалистического пути, главное, социалистический путь. Мы так послушали и думаем, ой, блин, всё понятно. Реформ не будет, ничего не будет. Всё. Ну, кстати, история с Путиным и с обнулением Путина, и с тем, что Путин, судя по всему, остаётся ещё в России надолго. Как восприняли эту историю? Кто, я? Да. Ну, вот как-то обратите на неё внимание. Неожиданного. Слушайте, поправки в Конституцию уже подписаны, ещё до голосования. Вообще не пойму, за что голосовать. Вообще, о чём разговоры разговаривают? Ну, то есть, просто какие-то пустые формальности, какие-то ритуальные движения, вообще ни о чём, да. То есть, ещё не меняется. Для многих заявление Терешковой в Госдуме, последующий приезд президента, неожиданный туда, с речью, оказался всё-таки неожиданным. Вы ожидали такого развития событий? Потому что, ну, не все, многие эксперты, политологи были в шоке от случившегося. Да не был я в шоке. Слушайте, ну, ничего не меняется. Ну, приехала Терешкова, люди вспомнили, что, оказывается, вот она такая есть. Ну, как-то мне совсем неинтересно. Слушайте, я практический человек. Мне дом или квартира, купить или строить. Я хочу, чтобы делались реформы. Вот сейчас в стране коронавирус. Отлично. Может быть, будет какая-нибудь реформа здравоохранения в связи с этим? Я хочу, чтобы он к этому подтолкнул. Вот я готовился к эфиру с вами, я посмотрел, какая система здравоохранения в Латвии. Оказывается, у вас сделали реформы. Реформы по правильному пути. То есть, есть страховой фонд, государство выделяет каждому человеку определенную сумму денег. Это называется его страховка. И всё, иди с этой страховкой, то есть с деньгами, куда хочешь, в любую частную клинику, лечись как хочешь. Да, вы знаете оговорки, что у вас там 14 крупных больниц осталось в государственной собственности. Что сейчас, 1 января 2019 года, вы хотите там немножко увеличить капитализм внутри этой системы. Да прекрасно, у нас даже этого нет, вы понимаете? Мы даже это хотим. И в этом плане хороша вот эта встряска, да, что может быть она заставит немножко эту систему пошевелиться. Потому что наша бюрократия в системе Минздрава, наша бюрократия в системе Роспотребнадзора. Вот я благодаря этому узнал, что у нас Роспотребнадзор отдельно, при этом там вирусология это к нему, а лечение к другому. И вот чтобы взять у меня тест, например, на коронавирус, Роспотребнадзор не имеет права у меня брать кровь. Я должен пойти в поликлинику, сдать, оттуда они должны переслать в систему Роспотребнадзора, которой подчиняется вот эта лаборатория в Новосибирске, старая советская, в которой там у вирусолога зарплата 13 тысяч рублей в месяц, и там они будут делать этот анализ, а потом обратно в систему Минздрава пересылать. Ну мрак какой-то, это такая бюрократия, это такая потеря денег. То есть пока вот это все туда-сюда гоняется, на реального пациента не остается ничего. Вот понимаете, да, вот сейчас этот коронавирус покажет, чего везде, где у нас творится, в больнице. Еще в Москве как-то они худо-бедно держатся, да, потому что, ну все-таки другие деньги. Но как только это в регионы выплеснется, ой, мама дорогая, мало не покажется Минздраву, так ему и надо. У нас звонок еще, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Вы Минздрав слишком хвалите латвийский. У нас по госуслугам 4 евро записаться к доктору, когда услуг нет таких. А общие услуги такие, бизнес, это 40 евро. И кто может позволить из наших простых работяг? Ну я считаю, что у вас 2 евро, чтобы к семейному врачу записаться, и 4 евро, если к специалисту. Что такое 2 евро? 100 рублей? Ну может оно и нормально 100 рублей, чтобы как бы, ну не ходили просто так люди по врачам. 100 рублей за то, чтобы прийти к врачу. Да, собственно, обычно в карман врачу шоколадку кладут вот везде в качестве благодарности. Она стоит дороже этих 100 рублей. Поэтому слушайте, ну я понимаю, наверное, у вас пенсия, небольшая зарплата, ну вам очень трудно эти 2-4 евро. Но честное слово, по голосу вы производите пенсия здорового человека, которому незачем ходить по врачам. Да, но здесь ситуация, конечно, гораздо сложнее, потому что, например, чтобы получить какую-то помощь, нужно стоять в очереди, и люди просто вынуждены платить, потому что иначе они эту помощь не дождутся. И, соответственно, конечно, у нас тоже не идеальная ситуация, но я понимаю, о чем вы говорите. Звонки у нас продолжают поступать, и, кстати, да, только что был сорвался, и снова появился. Да, мы слушаем вас. Добрый день, ну я по эпизоду, вами сказанному. Вы послушали Горбачева, этот сказал реформ не будет, в смысле социализм, и ваша трактовка реформ не будет, ничего не будет. Что, и не было, что ли? Остался социализм? Все же сломали. Да, не было, а вы не в курсе, что в России не было реформ? Что Советский Союз обанкротился до нуля? Горбачев за пять лет... Нет, ну как-то в одну кучку-то не надо, реформ не было, а миллионы ушедших людей по поводу этих дебильных реформ, это как бы продолжение социализма, да, по-вашему? Можно я вам отвечу, да? Горбачев с 1985 по 1991 год не сделал ни одной реформы вообще. При этом он набрал на Западе 140 миллиардов долларов западных кредитов и тупо их профукал, а их даже не украли. Самый простой пример, почти миллиард долларов, это закупка двигателей Рено для завода АЗЛК. Помните москвичи советские? Так вот они привезли эти двигатели, поставили оборудование для производства двигателей, и оно просто сгнило во дворе, они его даже не смонтировали. Моя версия, что закупал сотрудник внешторга, который получил взятку от Рено в виде там видеодвойки, там магнитофона и какой-нибудь там шубе жене, и все. И за это они профукали почти миллиард долларов, ну 700 миллионов долларов, честно говоря, в тот момент. Вот как управлял Горбачев, это худшее из всего, что может быть. И потом к 91-му году он приходит в ситуацию, отдает Ельцину страну, в которой в государственном бюджете ноль, ноль денег. Вот ноябрь 91-го года, это есть в книжке Гайдара, в бюджете страны 16 миллионов долларов. А чтобы закупать инсулин, вы понимаете, инсулин, мы еще в Канаде пшеницу закупаем, но вот инсулин самое необходимое, да, там нужно, по-моему, то ли 30, то ли 45 миллионов долларов в год. Вы можете себе представить, до чего доуправлялись? И что после этого начинается? Уже даже не реформа, а просто свободное падение. Я внятно объяснил? Ну что ж, у нас время заканчивается. Можно ли говорить о том, что мы сейчас находимся в свободном падении, если подытожить, резюмировать наш эфир, учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас? Это правда, да. Мы сейчас находимся в состоянии свободного падения. Но при этом у нас самолет наш крепкий, денег много, в этой системе намного больше здравого смысла, чем было в Советском Союзе. И, например, такое свободное падение мы можем вполне потерпеть месяц, а может быть даже и два. Но думаю, что не больше. Спасибо, что вы нашли время и вышли к нам в программу. Журналист Глеб Пьяных был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо, ребята. Всего доброго. Спасибо.